Этот вид спорта фигурирует во многих голливудских фильмах. Основной элемент командной формы – кепка, а в руках у игроков бита и большая перчатка. Уже догадались, про какую игру мы поговорим в этот раз? В новом выпуске программы «На спорте» – бейсбол в муниципальной школе «Высота». Начнем с того, что бейсбол – это командная игра, командный спорт. Вот если вкратце говорить. А если говорить расширенно, то это такая стратегическая, тактическая игра, можно сказать, полувоенная игра, потому что здесь есть и базы, есть кражи, есть батареи, такой сленг бейсбольный, поэтому эта игра близка к нашей лапте, но очень динамичная, очень стратегически, тактически насыщенная игра. Здесь бейсбол в 88-м году начал развиваться, и было принято решение развивать спорт на территории всей страны, создать клубы, создать школы. Наши спортсмены ездили и учились в институтах, в университетах Японии, играть в бейсбол, тренеров обучали. Наш профессиональный клуб, бронзовый призер Советского Союза, ну, чемпионат Советского Союза. Мы в то время приходили уже заниматься бейсболом, и тогда очень, ну, так скажем, для нас это все было очень круто развивалось. Здесь были мужские команды всех возрастов, и тогда, ну, сейчас мы движемся в этом направлении, и по этому направлению, но тогда это был профессиональный уровень. Каждая подача, каждый удар – это результат долгих лет тренировок и неустанной работы. Это искусство преодолевать трудности и достигать целей. Это сложный координационный вид спорта, то есть, как бы, здесь нет какой-то предсказуемости. Ребята развиваются абсолютно на разных позициях. Тут нет такого, что там защитник, нападающий. Здесь у нас 9 позиций на поле, и они абсолютно все разные. Почему многие профессиональные тренера, не только в бейсболе, а вообще в мире, говорят, что бейсбол – это самый демократичный вид спорта, потому что здесь найдется место и высоким ребятам, и с маленьким ростом, и с избыточным весом. У нас ребята есть абсолютно разные, и с учетом всех физиологических моментов, каждому находится позиция на поле. Но как же замотивировать юных спортсменов продолжать и побеждать? У детей вырабатывается иммунитет, потому что дома зачастую на них повышают голос, потому что уроки плохо делают или что-то не делают. В школе повышают голос, потому что они что-то не очень хорошо там тоже по поведению происходят и так далее. Поэтому нам приходится вместе с ними взаимодействовать, находить точки соприкосновения и мотивировать к тому, что ошибки делать это нормально. И мы решили попробовать ударить в биту пару раз. В этом деле важно все – скорость, мощность, точность. А вдохновили нас воспитанники муниципальной спортшколы «Высота». Это лучшие бейсболисты молодежной столицы. Это командный вид спорта. То есть, если один ошибается, то не он виноват, а вся команда уже. Бейсбол очень хорошо прокачивает нас. Бейсбол – это умная игра, много очень мелочей. И в других видах спорта я не нашел то, что прям тянет сюда. А что вот в бейсбол именно тянет? Сложно сказать, надо это почувствовать, играть надо. Тренер молодец. Он показывает хорошие техники ударов. Помогает нам точнее бросать, лучше бить. На тренировках мы становимся все лучше из-за него. А с вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!